Всем привет! Сегодня у вас история от подписчицы. Сейчас я ее зачитаю. И мы с вами дадим свои ответы, комментарии под видео. Вы можете написать, я отвечу ей в видео. Итак, здравствуйте, Галина! Расказалось бы рассказать мою историю, получить ваш комментарий на этот счет. Мне 19 лет, и летом в Инстаграме я познакомилась с мужчиной. Ему 36. Возраст меня не смущал, ибо мне было интересно с ним. Он умный, воспитанный, заботливый, работает маркетологом, живет в Стамбуле, женат не был. Периодически живет с мамой, когда она приезжает. Может и полгода жить с ним. Ибо мама одна, отец умер. Он верующая, его семья тоже верующая. Мама у него открытая. С первого дня мы начали переписываться каждый день. Видеозвонки и просто по телефону через месяц знакомства. Он прилетел ко мне в Киев на пару дней. Здесь немножко остановлюсь. Сразу дам просто комментарий не к этой девушке, к ее личности, а вообще в плане психологии. Дам комментарий какой? Дело не в разнице в возрасте огромное. То есть комфортно вам с этим, некомфортно. Это другой разговор, это касается вас. Но когда именно возраст, девочка 19, 20 лет, 18, 21, ищет себе парня именно старше гораздо. Именно ее возраст, вот такой как-то, не могу назвать ее молоденькой, молоденькая девушка. Первые какие-то такие серьезные отношения, если она ищет себе заведомо старше гораздо мужчину, 35 и так далее лет, больше 10 лет где-то разница. Это сразу для меня сигнал о том, что человек, девушка ищет для себя на самом деле опекающего, может быть где-то доминирующего мужчину. Она ищет на самом деле себе замену своего папы, либо это тепла, забота, вот такого рода любви, когда партнер гораздо старше. Она не хочет видеть в нем, скажем так, партнера-ровесника. Да, с ним она может говорить, мне с мальчиками мой возраст неинтересно, они глупы, у меня другие запросы и так далее. Он снял квартиру, и мы остались одни, близости не было, хотя он и хотел. В первый день он сказал о своих планах встречаться со мной на моем отдыхе. Я через месяц должна была лететь на отдых с родителями в Анталию. Я согласилась, но сказала ему, что нужно будет прилететь, познакомиться с родителями, или они меня не оставят там одну в Турции. Он неохотно, но согласился. Потом через месяц я поехала на отдых, неделю я была там, он прилетел со Стамбула в Анталию. Последний день он приехал в отель, арендовал машину, познакомился с моими родителями, подарил им похвалы и забрал меня. Параллельно говорил, что что-то значу для него, ибо делает много, чтобы со мной увидеться. То есть, видите, он у меня минимально как-то вкладывался, вот это вот оно, внимание. Мы были вместе недели, все было замечательно, но я держала его на расстоянии. Пыталась не влюбиться, ибо был плохой опыт раньше. Он хотел близости, и все-таки это произошло. Он относился ко мне очень хорошо, как и в принципе, заботился обо мне, но я начала замечать красные флажки. Он боялся, что кто-то узнает с его коллег, что он тут со мной, он работал дистанционно. Не хотел, чтобы я выставляла какие-то фотографии, и сам не хотел ничего выставлять, ибо он всем, своим родственникам и коллегам сказал, что уехал на свадьбу к друзьям в Анталию. Не хотел, чтобы я комментировала его фотографии, ибо вдруг мама увидит и будет задавать лишние вопросы, ибо вдруг другие бабы увидят, которые у меня там в инстаграме добавленные. Он не говорил о дальнейших планах со мной. В последний день, когда я улетела, мы очень поссорились, ибо кто-то узнал с его коллег, что он был со мной, ибо я посмотрела историю одной его подружки, она написала ему, она замужем. Но потом мы помирились, и он отправил букет на мой день рождения, и мне было очень приятно. Наше дистанционное каждодневное общение продолжалось, и мы были очень близки, но на мои разговоры о том, когда увидимся, были ответы, я сейчас занят, много работы, не знаю, будет видно, и посмотрим. Я говорила о встрече в его городе, в Стамбуре, и сказала, что не смогу позволить себе купить бирид сама. Логично, он 19 лет. А он мне сказал, я боюсь, что тебя увидит моя семья, и будет много вопросов. У меня уже нервы на не выдержали, и я поставила свои условия. Мне не нужны отношения на расстоянии без совместных планов и встреч. И мне такое, точно все это не нужно. На тот момент мы не виделись уже полтора месяца. Он ответил, прости, я тебе ничего не обещал, я не могу это делать, ибо я должен разобраться, что я хочу от жизни, но ты мне всегда будешь дорога, и что примет мое любое решение, и о расставании тоже. Мне аж легче стало, ибо я точно понимала теперь, что и как. Прошло полтора месяца, и он написал, у нас снова началось общение. Но он не пишет теперь каждый день, как раньше, но говорит, ты всегда можешь положиться на меня. Ты до сих пор человек, про которого я переживаю. Отношусь очень хорошо, ты всегда была мне другом, и до сих пор остаешься. Он очень, как человек, хороший, я тоже к нему хорошо отношусь, но слова, что я была бы другом, звучали как бы мне не очень. Он знает, что через два месяца я улетаю работать в Аланию, и он предложил свою помощь в любом вопросе. И еще, что может, приедет, когда я буду там, и кто знает, может быть, сможем жить вместе, если я захочу. Я от этих слов, конечно же, опешиваю. Я бы хотела попробовать реальное отношение с ним, но боюсь, что история повторится, и он скажет, я тебе ничего не обещал. И опять будет от всех меня скрывать. Ибо это слишком, я давила на него конкретикой, слишком короткий период нашего общения был. Стоит ли пробовать с ним все это чистого листа, как выстроить такие отношения, чтобы он понимал, что я не хочу несерьезных отношений. Буду благодарна за разобор этой ситуации анонимно. Очень все просто. Я расскажу сразу. У меня есть претензии, так начнем с этого, объясню. Когда мне говорят, ты же психолог, что ты советы в своих видео даешь, ты не имеешь на это право, это непрофессионально, ты вообще ничего не знаешь. Когда я записываю такие видео с фразой «История от анонима», человек спрашивает моего совета, это не консультация психолога. Мне за это деньги не платят, если кто-то это не понимает. Поэтому я даю свою личную оценку. Я не психолог в этот момент. Я Галя, которая живет в Турции, общается с турками, у которой да, есть психологическое образование. Да, я могу включать какие-то там термины, моменты из психологии как науки, какие-то доказательства, подтверждения моей мысли. Но это не консультация психолога. Человек мне деньги не заплатил. И быть психологом в этом видео я не должна и не обязана. Потому что психолог – это работа, мне за работу не платят. Так что окей, я думаю, всем все теперь понятно. И теперь мое мнение этой девушке, она задала вопрос. Буду благодарна за оглашение этой ситуации, комментарии. Вот мой комментарий таков. Молодой человек, уже довольно-таки не молодой, а мой ровесник. Этот чувак просто видит, что ты мягкая, податливая. Вот тебе просто ездит по ушам и понимает, что ну ты опять приедешь, и можно опять воспользоваться ситуацией, приятно провести время. Ни о каких отношениях речи не идет. Он сказал, мы можем пожить вместе, если ты захочешь. Он не сказал, ты будешь моей девушкой, мы будем жить вместе. И потом, не знаю, мы там поженимся и так далее. Этого ничего нет. Он так ставит гладко обтекаемые фразы, чтобы ты сама додумывала и делала выводы, какие тебе хочется. Это его опытность, это его хитрость. И это не обязательно дело в том, что он турок. Так может говорить поступать любой мужчина, который заинтересован, воспользоваться чем-то и так далее. На самом деле здесь нет речи вообще ни о каких новых отношениях с чистого листа и так далее. Здесь идет разговор о опять встречах и романе просто общения, не без каких-то перспектив в будущем серьезных, просто для удовольствия. Потому что нет никаких здесь фраз серьезных, так не поступают. Если ты хочешь рискнуть и попробовать с ним пообщаться, опять допустить до себя, во-первых, у тебя проблемы с самооценкой. Ты позволяешь, тебя обидели, тебе было неприятно, ты об этом говоришь в письме. Но если ты опять вернешься к этому общению, допустишь условно до своего тела, до близости какого-то контакта к себе, ты говоришь о том, что я простила. Или если я не просто закрыла на это глаза, на свое недовольство, на свою обиду, на то, что мне сделали больно и неприятно. То есть я на это забила. Ты себя, значит, не уважаешь и не любишь. Позволяешь себе, допуская его обратно, ты ему позволяешь опять сделать то же самое. И ты задаешь мне вопрос, а как так выстроиться по новой общению, чтобы он знал, что мне нужны серьезные отношения, чтобы это были отношения, а не, ну простите, как есть, да, секс какой-то просто. А этого не будет, во-первых, потому что не обещает. И, во-вторых, ты должна выдвигать требования, говорить о том, что тебе хочется, что твои условия до допуска к своему телу, к своему контакту, до поездки твоей в Турцию, ты должна уже четко ему выкатить лист претензий или каких-то условий своих, что должно соблюдаться. Да, да, нет, нет. Если хоть на что-то он говорит нет или пытается сгладить, опять съехать, не договорить, сказать так, чтобы тебе это понравилось, и ты сама что-то додумала, нет. Нет, с такими людьми, которые так, знаете, вилами по воде чертят, им надо четко, конкретно детализировать. Он специально уводит разговор в размытое какое-то поле, чтобы потом каждый мог додумывать, он всегда мог съехать, сказать, а я тебе этого не говорю, это ты сама придумала, сама дурочка, сама придумала, сама обиделась, я тебе ничего не обещал. Все, с него взятки будут гладкие. Так что, если ты хочешь попробовать дать этому шанс, выкатя ему прям список твоих условий. Ты должна понять, чего ты хочешь. Тебе нужны отношения? Ты тогда так прямо пиши. Я хочу, чтобы мы вместе жили. Ты работаешь на удаленке, ты можешь жить со мной, вот, например, лето, там, три месяца, там, мы проживем вместе, или, там, какой у тебя период, полгода, например, на работу едешь, я думаю, гидом каким-то, что-то такое, да? То есть, мы живем так-то, ты платишь за то-то, за то-то, а с меня вот это, вот это, например, да? То есть, четко надо понимать, что будет. Ты должна четко понимать, как эти отношения будут дальше развиваться после этого курортного сезона. Я, например, там, не знаю, в ноябре заканчиваю, в октябре улетаю домой. Как мы дальше? Видимся, не видимся, что? Ты должна прям прописать вот этот сценарий отношений, побояться это сказать. На что у него рассчитано? На то, что тебе мало лет, ты мягкая, податливая, он чуть надавит, ты чувствуешь, что ты неопытная, ты чувствуешь, что ты где-то мой, я реально поверю, я не права, ой, я так, наверное, нельзя. Да нет, блин, если тебе что-то надо, тем более, вот такой опыт был у тебя до этого плохой, сейчас ты к себе плохо подпускаешь, уже, типа, опыт не очень, да? Соответственно, тебе нечего терять. Убереги себя от негативного опыта в очередной раз. Скажи о том, что ты хочешь. Здесь проблема со своими желаниями, понятием, чего я хочу, и высказыванием своих желаний. Возможно, в детстве, когда ты говорил о том, что тебе что-то хочется, тебя либо игнорировали, либо затыкали рот и говорили, твои желания не важны, мы их не учитываем, тебя не спрашивали, твое умение в семье, там, условно, не учитывается, и всё. Теперь ты думаешь, ты выбрала, понимаешь, мужчину старше, и к нему уже отношения, а-ля как к своим родителям, разница вот в возрасте, в возрасте, в котором ты сейчас находишься, да? То есть я априори его расцениваю, как там, типа, он должен что-то там шевелиться, активность проявлять и так далее. Поэтому я очень много ему позволяю. Что делаю? Как своим родителям позволяло, да, в детстве наши, мы же никто, по сути, в семье, да, единицы адекватных родителей, которые учитывают потребности своих детей, их голос в семье, личности из них растят. Потому что здесь очень трудно. Личность что-то требует, надо отвечать на её запросы, с ней считаться, подстраиваться, и быт подстраивать под личность. И вот если ты не была личностью в семье, родители тебя не слышали, то ты выбираешь сейчас мужчину, который тоже в тебе личность не видит. И он говорит, это ты дурочка придумала, это ты додумала и так далее. Но это опыт, да, и если ты хочешь попробовать нормально, адекватно, по-здоровому, ты должна ему назвать свои требования, претензии, как хочешь, но ты должна вообще сама понимать, каких ты отношений хочешь, какие перспективы, что тебе надо. Но не на три месяца, на дальновидность, хотя бы на год. Проспиши себе листочек, что мои идеальные отношения с ним в течение года, как я их себе вижу. И ему я об этом должна рассказать. А вот этот страх, а вдруг он откажет? Ну если я откажу, значит не твой человек. А ему, значит, нужно другое. То есть по факту, это подтверждает мои слова, что ему нужен только доступ к твоему телу, легкие, удобные, комфортные отношения, без обязательств. И тут ты уже должна решать, а я такое себе хочу? Если тебя устроят комфортно и без обязательств отношения, просто для встречи, это не отношения не назовешь, просто общение, ну тогда можно на это соглашаться. Если ты, понимаешь, на это можно соглашаться, если у тебя такие потребности, желания есть, то почему вы вольны делать то, что вам хочется? Главное понимать, то, что мне предлагают, и мое желание, они совпадают или нет? Потому что диссонанс обычно идет, то, что то, что я хочу, не совпадает то, что мне предлагается. И я не делаю этот выбор, беру то, что есть, а потом страдаю ему. Страдать-то тебе, не ему. Он всегда в любой момент стал и ушел и закончил эти отношения. Вот. Что вы думаете? Напишите комментарии. Девушке еще нет своего такого огромного опыта, да? Давайте тогда поделимся своим опытом. И правильно здесь будет совет делать выводы на ошибках других людей. Поделитесь своими, своей информацией. Может, вы попадали в подобную ситуацию. Что вы посоветуете девушке, чтобы она не наломала дров и не испытала негативный опыт. Давайте минимизируем ее психологические затраты. Если вам нужна моя консультация как психолога, пожалуйста, в инфобоксе под видео моя почта всегда указана. Пишите на ней, где моя письма, консультация. Если вам нужна как девушке совет в публичном пространстве, то пишите вопрос от анонима, письмо от анонима. Я сочетаю видео, дам ответ. Спасибо за внимание. Скоро увидимся. Всем пока. Продолжение следует...